Бабушка поместила 4-летнего ребенка в сумку и отправилась прямиком на железнодорожный вокзал. На просьбу сотрудников полиции показать, что в сумке отреагировала крайне агрессивно, заявив, что это ее частная собственность и показывать она не обязана. Вот в последнем случае, когда в сумке бабушка вывезла ребенка, ну она, во-первых, там покусала и поцарапала судебного пристава. И сотрудника полиции, она вела себя совершенно неадекватно. Конечно, будет уголовное дело, но это уже, так сказать, дело правоохранительных органов. Я знаю, что последствия у него будут очень серьезные. Этот случай, по словам специалистов, далеко не единственный. Подобные обращения в аппарат по защите прав детей поступают постоянно. Чаще всего родители после развода просто не могут поделить детей. Их не останавливает ни мнение ребенка, ни решение суда. А иногда, как в последнем случае, посчитав постановление суда недостаточной причиной, в дело вступают бабушки, не понимая, что вредят этим и своим детям, и уж тем более внукам, у которых остается психологическая травма на всю жизнь. Здесь это может сказаться самым разнообразным образом. То есть это может быть и посттравматическое стрессовое расстройство, и склонность к депрессиям или еще. Представьте себе маленького испуганного ребенка, который едет в какой-то сумке. Разумеется, для него это травма. Разумеется, чаще всего после этого ему придется обращаться к специалистам в области психизащиты и психического здоровья. Сейчас данным делом занимаются сотрудники Следственного комитета. Следователи в ходе данной проверки установят все обстоятельства произошедших. Кроме того, учитывая судебное решение, следователи установят, имеется ли в действиях отца ребенка и бабушки наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это похищение человека. По результатам доследственной проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Еще один подобный случай произошел после Нового года. Главным героем стала также бабушка, которая, кстати, является сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. Да и сын, чью интерес она защищает, сотрудник правоохранительных органов. Девятилетнюю девочку обманным путем увезли в Якутию. Бабушка просто обманным путем пришла в день рождения девочки к маме и сказала, вот хочу ребенку сегодня сделать подарок и отвезти в аквапарк. Но для этого требуют, чтобы у меня была скидка, для этого требуют свидетельства о рождении. Мама, совершенно не думая о том, что могут быть такие последствия, вытащила, отдала. У нее ксерокопии не было, вот как мама рассказывает. У нее не было ксерокопии, и она отдала подлинник. Ребенок до сих пор находится вдали от мамы. Девочку пытаются вернуть домой, но насколько растянется вся эта история, пока неизвестно. А между тем, для того, чтобы бабушки, дедушки или другие родственники могли выезжать куда-то со своими внуками, необходим целый перечень документов. Подлинник свидетельства о рождении и заверенное заявление от родителей о том, что они доверяют своего ребенка конкретному человеку. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин